Чтобы не допустить утечки мозгов из регионов, местные власти предпринимают различные меры. Так, в Вологодской области по инициативе правительства увеличены бюджетные места в вузах, а для студентов учреждений среднего образования повысили стипендии. Не отстает от области и Великий Устюг. Здесь есть все условия для получения качественного образования. В нашем регионе создана огромная сеть образовательных учреждений. Это и техникумы, это и учреждения высшего профессионального образования. В Великом Устюге большое количество студентов ежегодно получают дипломы профессии в самых разных направлениях. Причем эти дипломы очень высокого качества. В Великом Устюге нет высших учебных заведений, но есть сразу несколько учреждений среднего профессионального образования, которые по некоторым показателям находятся в лидерах по области. Каждый из них, помимо увеличенной стипендии, может предложить качественное профильное образование, комфортные условия и ряд программ для успешного развития студентов. Так, в Причном Училище Великого Устюга качество выучки курсантов отмечают по всей стране. А полученные навыки позволяют выпускникам рассчитывать на трудоустройство на любом водоеме. От Балтики до Дальнего Востока. И что немаловажно, достойно зарабатывать. Трудно говорить о себе самому, пусть лучше она скажет другие, но я могу сказать только то, что отзывы с практики о наших ребятах, об уровне подготовки, очень высокие. Сам капитан приводил в фильм, который не нам посвящен, он посвящен в фильм своему предприятию, говорит о уровне подготовки курсантов из Великого Устюга. Ну, это, по-моему, самая высокая степень оценки. Великоустерский гуманитарно-педагогический колледж является одним из лучших учебных заведений в регионе. Такой высокой оценки удалось достичь благодаря традициям, уходящим корнями в начало 20 века, и профессионализму преподавательского состава. Вопустники учебного заведения работают по всей области. Большой процент продолжает обучение в вузах. Кроме того, с этого года появится возможность повышать квалификацию на базе учебного заведения. В этом году у нас на базе нашего учебного заведения должен открыться центр повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров для восточных районов Вологодской области. Название еще точно его не определено, но смысл, думаю, понятен. Фактически мы, конечно, уже 7 лет занимаемся такой деятельностью, именно повышением квалификации, переподготовкой. Но сейчас это будет уже официальный центр. Многопрофильный колледж – самый крупный в Великом Устюге. Контрольные цифры приема в этом году достигают 275 человек. В этом году для студентов появятся три новых профиля обучения – социальная работа, обслуживание автотехники и ветеринария. А на перечисление всех специальностей, которые предлагает колледж, потребуется очень много времени. Руководство учебного заведения отмечает, что работодатели интересуются выпускниками задолго до выпуска. Ребята, которые уже отслужили в российской армии, они уже все работают или имеют места для того, чтобы после отдыха выйти. И вообще работодатели весь май и июнь звонили и просили выпускников в торговлю, в общественное питание, электрики. Медицинская профессия будет почитаема и необходима всегда. Желающих поступить в местный медколледж, как правило, всегда больше, чем предлагают контрольные цифры приема. Абитуриенты нередко приезжают даже из соседних областей. А вопрос о трудоустройстве после выпуска и вовсе не стоит. За нашими специалистами обращаются и из других, в том числе центральных регионов страны. Профессия на сегодня на рынке труда востребована. Трудоустройство наших выпускников составляет 90% и выше за последние годы. Ежегодно мы проводим ярмарку рабочих мест с участием потенциальных работодателей. Как видим, выбор у абитуриента в Феликосевских средних учебных заведений широкий. Каждый может найти себе будущую специальность по душе. Время для этого еще есть. Приемные комиссии будут работать до середины августа. Но выбирать надо с умом. От этого может зависеть будущее.